Добрый день, уважаемые телезрители. Здравствуйте, Валентина. Ну, первое, так сказать, мое желание было приехать, посмотреть замечательный праздник, который прошел у вас в субботу, это гонки. Для меня это было просто необычное явление. Я приехал по приглашению губернатора вашего округа и очень доволен этим. И хочу выразить огромное спасибо руководству, потому что Ассамблею народов России не забывает, хотя это спорт технический. Я ожидал, что это гонки на оленях будут, а тут такие олени мощные. Я получил огромное наслаждение, соприкасаясь и с национальной культурой, и с самобытностью, и с спортивных состязаний, где выявлены были победители. Вторая задача моя была встретиться с руководителем культурных автономий, диаспор, который проживает на территории вашего округа и представляет разные народы нашего государства. Вот, кстати, вчера мы вечером собирались на площадке Ассамблеи народов России, окружной Ассамблеи народов России, и Светлана Михайловна пригласила всех руководителей, где мы обсуждали проекты, будущие работы Ассамблеи, региональной Ассамблеи народов России. И я рассказал всем о предстоящем съезде. У нас циклично один раз в четыре года проходит съезд народов России в Москве, где представлены все представители народов, которые проживают в нашей многонациональной стране. И второе большое событие, которое должно было быть у нас, будет у нас в мае месяце, в конце, это Евразийский съезд народов Евразии. 92 страны проживают на этом евразийском континенте, которые примут участие в таком замечательном форуме, цель и задача которого – это интеграция гражданского общества через народную дипломатию к миру, дружбе и согласию. Ну вот здесь уже создан филиал или отделение Ассамблеи народов России. Чем она будет заниматься и как вы будете с ней взаимодействовать? Отделение. Оригинальное отделение Ассамблеи народов России, оно живет по уставу Ассамблеи Всероссийской. Цель и задача нашей организации – это консолидация гражданского общества во имя мира и дружбы народов России. И я думаю, что это неотъемлемая часть, как посланники нашей идеологии Ассамблеи народов России, укрепляя взаимопонимание, взаимоотношения народов, которые проживают на территории вашего округа. Самая главная задача – это сохранение самобытности и культуры этих народов. Порой бывает, что люди, которые уезжают из своей малой родины, ну возьмем примерно там Кавказ, Северный Кавказ, там же много народностей, Азию. Приезжая в какой-то другой регион, они постепенно забывают свои обычаи, свою культуру. Я думаю, что это неправильно. Каждый человек должен помнить корни своего народа. И вчера я порадовался тому, что очень активный состав был на нашей встрече. Очень большую они работу проводят у себя внутри, с семьями, с детьми, с родственниками, поддерживая свою самобытность, своего народа. А есть какие-то критерии, по которым можно определить, что в регионе действительно процветают диаспоры, землячество, что действительно у них есть возможность развиваться, встречаться, сохранять свою культуру? Ну вы знаете, одна из основных целей нашей организации – это как бы мост от общественной деятельности, от общественных организаций с органами власти. Ну не каждый сегодня достучится в органы власти, если он живет там, ну далеко не будем ходить, я вот посетил село Красное. Есть люди, которые не могут своими проблемами, своими пожеланиями, своими проектами войти в органы власти. Для этого создается такая общественная организация, которая поддерживает сегодня другие национальности, проживающие на территории округа. Я вчера это увидел. Очень достойно были представлены Азербайджанская диаспора, Дагестана, местное отделение вашего народа. И порадовался тому, что люди очень активные, и они приехали сюда не просто только заработать деньги, но и жить полноценной жизнью, воспитывать детей, сохраняя те традиции, которые им привели их отцы, матери, бабушки, дедушки. Ну расскажите немножечко про Ассамблею, про ее может быть структуру, как строится работа с регионами. Ассамблея народов России была создана в 95-м году на основе указа президента Российской Федерации 8 июля. После развала нашего огромного многонационального государства политика межнациональных отношений, она как-то отошла на, можно сказать, на последний план. И только люди, которые небезразличны к будущему своей страны, такие как Тишков, доктор наук, член Академии РАН, Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович, Чмид Держубаира Чандар, Эрик Андреевич Круговых, который побывал у вас, они как-то сконцентрировали все это внимание и вынесли на обсуждение создание какого-то органа, который бы занимался вопросами национальной политики. И вот Рамазан Гаджимурадович у Абдулатипову было поручено создание такой большой организации, как Ассамблея народов России. Он сам придумал это название и долгое время пытался его защитить, потому что слово «Ассамблея» оно какое-то емкое, огромное, что это международная какая-то ассамблея Организации Объединенных Наций. И в то же время Абдулатипов преподнес пример, что все вопросы решались за столом. Петр Первый, Великий Петр, называл это «Ассамблеей». И вот так родилась Ассамблея народов России, куда вошли представители всех субъектов Российской Федерации, представляя свои народности, которые проживают в данном субъекте. Ну, возьмем примерно Якутию. Огромная страна, огромная республика, но на территории живут и русские, и якуты, и тувинцы, и украинцы. Много же людей приехало на освоение необжитых вот таких вот земель, многих республик. Поэтому этим людям тоже надо было как-то уделять внимание, вот цель и задача, которую я сказал, сохранять и культуру, и самобытность. Ведь у нас государственная структура есть, как Россотрудничество. И цель стоит не оставить где-то там в Таджикистане или в Украине, Белоруссии культуру русского народа. И они помогают в этом плане, консолидируют этих людей, сохранять эту национальную культуру. Даже экономически помогает культурным автономиям русской культуры во многих странах мира. Поэтому Ассамблея народов России, одна из таких задач стояла, это консолидировать гражданское общество и помогать адаптироваться, жить в дружбе, мире и согласии всем народам. Вот сегодня в структуре Ассамблеи много различных комитетов, в том числе по сохранению национальных видов спорта. Скажите, чем вот этот союз занимается? Я могу сказать, общую структуру Ассамблеи, высший орган Ассамблеи народов России, это съезд, естественно. Вот 27-28 мая в Москве будет проходить уже седьмой съезд Ассамблеи народов России. В 2013 году был переизбран председатель. После Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова стала Светлана Константиновна Смирнова. Замечательная женщина, как мы ее называем, дочь великого удмуртского народа. Она депутат Госдумы была двух созывов. Член Европейского совета, профессор, доктор наук политических. Достойный человек, который возглавил эту организацию. С пониманием, со знанием. На основе вот этого вот съезда был создан Совет Ассамблеи народов России. Внутри Совета есть Президиум рабочий. Членов Президиума, конечно, гораздо меньше, чем членов Совета. К членов Совета входит каждый руководитель субъекта Российской Федерации, как председатель регионального отделения. И плюс к этому большие ученые в области культуры, искусства, спорта. Ну, уважаемые люди нашего государства. И исполком, руководящий орган, исполнительный, он состоит из комитетов. Это уже рабочие, так сказать, направления. Такие комитеты, как комитет по работе с молодежью, комитет по семья и дети, комитет по культуре, комитет по национальному виду спорта. Вот я недавно избран председателем этого комитета, учитывая, что я всю свою жизнь посвятил спорту. Я мастер спорта по вольной борьбе, тренер, педагог. Закончил Красноярскую высшую школу спортивного мастерства. Ну и начинал как раз с национальных единоборств. Проживая в республике Тыва, я боролся. Такой есть вид спорта – борьба хуреш. Это своеобразные особенности северных народов. Там победитель, когда он побеждает второго, третьей точкой прикасается опоры к земле. Он все выбывает из этого. К сожалению, хочу заметить, что на территории вашего округа раньше была национальная борьба, а сейчас как-то она погасла. Но тем не менее национальный вид спорта у нас есть, и регулярно проводятся соревнования, и выезжают в Салихард. Да, я сейчас говорил о единоборствах. Я хотел заметить, что для меня работа как председателя комитета по национальному спорту основное направление – это сохранение самобытности и культуры народов через национальный спорт. Вы же видели, как представляет участник спортивных соревнований или состязаний, он представляет в самобытности, в культуре ритуалами. Вот примерно опять же вернемся к этой борьбе. Хоряш, борец выходит в национальной одежде, у него на голове здесь такой чепчик с колокольчиком, и перед схваткой, состязанием он танцует танец орла, изображая там силу, мужество этого борца. И победитель потом танцует как победитель. Или возьмите национальные виды спорта Кавказа. Победитель после того, как он становится победителем, танцует лесгинку, одевает на себя борку, шапку. Вот это для меня основная задача, цель и задача – именно сохранить национальную культуру через национальный спорт. А вот есть какие-то примеры успешных проектов или тех же больших мероприятий, проведенных соревнований, которые были реализованы с помощью ассамблеи? Ну, ассамблея проводит достаточно много мероприятий, всевозможных фестивалей национального спорта, ну, как праздник национального спорта. Проводит чемпионаты. Сегодня мной разработан проект создания клубов национальных единоборств по всей России. Ну, вот я приведу пример Ивановской области. Мой ученик, там, старший тренер по вольной борьбе, он взял, как бы, с нашей подачи направление развития борьбы на поясах. Это национальная борьба. Они выиграли грант, получили 2 миллиона, оборудовали зал, и они уже родили 4-х чемпионов России, двух бронзовых призеров мира и чемпионов мира по борьбе на поясах. Вот вам наглядный пример. А грант это от ассамблеи или как? Нет, грант, мы участвуем во всевозможных грантах. Заходишь на сайт, есть президентский грант, есть грант Министерства спорта, есть грант Министерства культуры, Минрегионы раньше были. Сегодня гранты есть и по линии агентства национальной политики. Ну и, наверное, нельзя не спросить, вот в чем, на ваш взгляд, заключается национальная идея России, как ее развивать, как вот строить отношения в такой большой стране? Самое основное — это идентичность российской нации. Это наша цель, чтобы люди понимали, что мы все россияне, что мы все, это можно как сказать, мы все различны, но мы все равны. Поэтому для нас это основная цель — именно консолидировать общество в этом направлении, чтобы люди не чуждались друг друга и не говорили, что я саме, а ты вот вторая полоса. По проектам я еще хотел заметить, у нас проходят очень большие мероприятия, фестиваль национального спорта и искусства, чтобы придать какое-то разнообразие. Вот я могу показать, мы издаем журнал свой «Россияне», и здесь вот есть как раз большие статьи. Вот в Якутии проходит спортивный праздник «Дети Азии». Да, очень известный. Да, очень известный. Вот фестиваль национального спорта и искусства в Иваново проходит. Вот видите, Ивановский фестиваль. Здесь даже статья такая, говорится, «О фестивале замолвите слово». Ну и вопросы развития национального спорта, они стоят не только перед нами, как Ассамблея народов России. И вот мы рассматривали этот вопрос в Государственной Думе. На круглом столе я был модератором. Назывался он так «Национальный спорт – дело государственное». И нас очень поддерживает в этом и Комитет по национальной политике Государственной Думы, Совет Федерации, Министерство спорта, ну и люди, по инициативе которых сегодня сохраняется это все. Самое главное, чтобы были инициаторы. Да, я просто хочу сказать огромное спасибо этим людям, которые безвозмездно, не получая никаких денежных средств, они занимаются вот этой вот очень сложнейшей работой по межнациональным отношениям. Это как бы повеление сердца. Ну и давайте вернемся вот к вашей поездке в Красное. Какая у вас там была программа и вот какие вы выводы можете сделать? Ну, я просто хотел побывать, даже очень побывать в Красном, потому что это уже не город, а поселение, где еще в далекие времена был создан колхоз, который занимался оленеводством, рыболовством и так далее. У меня там живет друг, и я к Михаилу поехал просто всеми посмотреть, как они живут. Я, честно говоря, был приятно удивлен, что в этой семье коренного жителя выросли три замечательных сына, закончили учебное заведение, работают на процветание, на благо нашего Отечества. Таким можно брать пример многим семьям нашего государства. Конечно, я прошел по поселению, посмотрел, что люди живут. Даже очень хорошо. Я оттуда приехал, местный житель, он там 40 лет прожил, ездит на Мерседесе. Я говорю, красиво живете. Он говорит, а что я 40 лет здесь прожил, не могу на такой машине поехать. Конечно, социальные вопросы там решаются. Я побывал в магазинах, попробовал местное производство и молоко, и сметану, и мясо, и колбасы. Ну, просто замечательно. Конечно, я не думаю, что везде так сладко и хорошо. В отдаленных поселениях, конечно, наверное, куда доступ сложный. Там люди живут немножко сложнее. Но я вам могу сказать, что если человек нормально живет, не пьет, не курит, живет в семье, в мире дружбы и согласий, у него всегда все есть. Наверное, вы побывали вот на культурном центре, который у нас занимается сохранением культуры коми, Нет, к сожалению, я не был еще. Не был еще? Не был. Я приехал вчера, у меня день был очень насыщенный по работе индивидуального общения. Я побывал вчера в комитете по спорту, встретился с руководителем комитета, где мы тоже беседу провели по поводу возрождения спортивных состязаний, национального вида спорта. Я встретился с представителем комитета по делам молодежи. У нас стоит тоже большая задача создать здесь молодежную организацию. Мы, россияне. Такова есть Всероссийская ассамблея молодежная. Она так и называется. Мы, россияне. Ну вот, а вот по поводу будущих мероприятий. Вот помимо уже двух названных, какие вот еще планы ассамблеи на 2017 год, в которых, может быть, примет участие отделение Нинецкого округа? Ну, 2017 год очень насыщенный для нас в мероприятиях. Я уже сказал, что в мае месяце будет проходить съезд народов России и народов Евразии. Это не просто пленарное заседание, где пришли все, поаплодировали, подняли руки и выбрали. Это съезд насыщен огромной, большой культурной программой. Мы будем в Большом Кремлевском дворце съездов готовим сейчас галоконцерт народов Евразии. Он будет называться «Мелодия единства». Мы будем делать большие экскурсии по Москве, гости, которые приедут. Фестиваль национального спорта и искусства будет проходить в городе Иваново в июне месяце. Чемпионат России по борьбе на поясах. В Калужской области готовим фестиваль национальных культур. Сейчас мы разработан проект по работе с межконфессиональными объединениями. Называется проект «Через религию к миру и согласию». Создан комитет по межконфессиональным отношениям в Ассамблее народов России. Это вот такое новое направление. Комитет по работе по делам казачества. Наша цель — сохранить эту культуру и самобытность. Мы не занимаемся реестровыми казаками, а вот сохранение этого сообщества, их культуры. Для нас это очень интересно. Работы на целый год очень много. Как правило, на таких вот больших масштабных встречах еще есть деловая программа. И какие вопросы поднимаются на круглых столах, на семинарах, вот с какими темами приезжают участники? Ну вот я могу вам даже сегодня показать площадки, если с вашего позволения, которые будут работать на съездах. Вот первые это выставки пройдут, такие типа передвижником. Потом будут тематические площадки и в области культуры, в области национального спорта, молодежный форум, миротворческий потенциал народной культуры, устойчивое экологическое развитие. Вот круглый стол гуманитарные проекты и образовательные сотрудницы на евразийском пространстве. И таких площадок, я их перечислять все не буду, их 31 площадка. Учитывая и проекты, молодежь, которые предлагает, и бизнес, то есть потенциальные бизнесмены, которые приедут к нам, они за круглым столом будут находить, как на экономическом форуме. Мы не только ведь занимаемся чисто вот межнациональными отношениями, а слово межнациональные отношения, это как раз жизнь человека. Она включает все. Николай Аркадьевич, а каковы итоги работы за 2016 год? Что удалось сделать, что еще не до конца? Ну, вы знаете, вот у меня особенно 2016 год был очень насыщенный. В преддверии вот таких глобальных мероприятий мной был запущен несколько проектов. Один из них такой яркий, как «Духовное наследие народам России». Я был участником Всемирного форума в Астане духовного наследия, и у меня родилась идея, почему бы на территории России не провести такое направление, почему мировое сообщество это проводит под патернатом Организации Объединенных Наций, под ЮНЕСКО. И я разработал проект под названием «Духовное наследие народам России», выявив тех людей, которые мне интересны. Ну, примерно, начал я этот проект с художника Шилова Александра Александровича. Это сын того знаменитого Шилова, портретиста Александра Александровича. Он пейзажист. И мы прошли с его выставкой как передвижники по всему Северному Кавказу. Эта выставка прошла и в Адыгее, и в Чеченской Республике, и в Ингушетии, и в Дагестане. Закончив Северный Кавказ, мы с ним прошли по Центральному федеральному округу, Калужская область, сейчас намечена Ивановская, Ярославская, по ЦФО Центральному федеральному округу. Конечно, это очень, я скажу, кропотливая работа, дорогостоящая, картина, которая стоит по нескольку миллионов. Их нужно и сохранить, и охранять, и перевести, поэтому, ну, свои трудности. Но вот с помощью наших меценатов, друзей мы осуществляем такие проекты. Еще замечательный проект есть в области культуры и спорта, тоже мною разработанный. Это фестиваль национального спорта и искусства. Это международный детско-юношеский фестиваль. Он влечет за собой участником участия, чтобы любой участник был гармонично развитым молодым человеком. Он так и называется. Фестиваль гармония жизни. Вот, представьте себе, мальчик из Грузии, он пел, он танцевал, он боролся, он перетягивал канат, стрелял из лука. То есть в городки играл. И вот каждый участник несет в копилку очки. Этот молодой человек спел замечательно под аплодисменты, получил 10 очков. Станцевал лизыгинку, тоже 10 очков. Значит, вот в городки говорит, я не умею играть, ему баранку поставили. И вот так каждый участник нес в копилку. И мы потом выявили всех победителей. Но это настолько было интересно, что вот вы представьте себе, что вы можете сегодня и петь, и танцевать, и бороться. Есть же женская борьба, там, самбо, там, я имею в виду, национальный велоспорт. И участвовали в массовом перетягивании каната, и везде заработали очки в пользу своей команды. Вот такой вот фестиваль гармония жизни. На фестивале приняло участие вот на последнем более тысячи участников, даже такие с других континентов прилетали на участие в этом фестивале. Не говоря уже о наших субъектах Российской Федерации. Это Якутия, Тува, Красноярский край, я беру, как далеко прилетели. Ну, рядом здесь Белоруссия, Украина была. Вот. Вот этот фестиваль как раз он и сплочает молодое поколение, учит его жить в мире добре и согласии. Спасибо, Николай Аркадьевич. Я напомню, сегодня у нас в студии был заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России, вице-президент Союза национальных и неолимпийских видов спорта России Николай Бухонин. И мы говорили о межнациональных отношениях в России. Это актуальное интервью. До встречи.